Просто, ребята, какой-то ужас. Уже все магазины закрылись, не можем выбрать штатив и понять вообще, какой нужен. Ну а что дальше делать? Настя переживает, что телефоны не подойдут под это. Ну, они нужны, наверное, универсальные. Вы просто не представляете, что у нас сегодня за день. Я уже просто, у меня нет семейных таких просто. Короче, ребята, сегодня какой-то день, реально. Я записывала, когда штатив вам показывала, сказала, что день просто ужас. И сейчас Настя заплакалась вообще. Не, я уже успокоилась. Вон, ты поцарапала руку тоже. Да, вот. Короче, ребята, я уже оттерла. Я не понимаю, почему так все происходит. Я шла себе спокойно, вышла с Аней с магазина. Иду себе, пакеты несу. Да, я остановилась, потому что мне неудобно было. Я хотела пакет, другую руку взять, потому что у Ани были руки заняты у меня. Штатив, пакеты. Короче, иду себе спокойно, и меня кто-то сзади как задевает. А спереди там... Я не видел вопрос. Да, я потом, короче, я беру, он так меня задел, а он именно бежал, видимо, на автобусе. Ну, там была уже остановка, мы шли, магазин, типа, вышли. Он, видимо, за автобусом бежал, потому что сейчас вечер, суббота, и все спешут, потому что автобусы поздно ходят. И он бежит, типа, и меня тупо сбивает, и я падаю коленом тупо. И он раздерла руку. Я раздерла руку себе. У меня он печет во всю. Ну, болит у меня сейчас колено очень сильно. Давай дома включимся уже, туда расскажешь. Да, я не знаю. Короче, ребят, сам прикол. Крутили, крутили мы этот штатив. Мы-то думали с Аней. Ну как, Аня, точнее, изначально говорит, что нет, он по-любому в конечном результате должен быть раскрыться там и быть длинным. Ну да. А я думала, нет, он, типа, вот, все, только маленький будет письмо. Ну, у Пуковки, да, я не видела. И потом я начинаю сейчас, говорю, что там такие за штучки интересные. Вот, раскрутила, и он раскрутился. Перевернусь в номеру, Настя. Так, ребята, вот он, короче, наш штатив. Отличный вообще. Уже попробовали, подходит и Настин телефон, и мой телефон. Ну, это же универсальная штучка. Настя переживала, что под мой телефон оно может не подойти. Ну, в общем, очень довольны. Я, конечно, думала, что он стоит 20 евро, потому что смотрела на ценники в магазине именно, и не видела, что есть за 30 евро. Ну, Настя расплачивалась на кассе, и вот говорит, что 30 евро. Ну, в принципе, я же говорю, цена оправдывает себя. Будет удобно и поставить, и снимать себя, и сложить его, сделать более компактным, и, возможно, даже ходить и на улице с ним можно, как монопод его использовать. В общем, будем думать, как мы будем его использовать. Поздравьте нас с покупкой, наконец-то. Сколько раз мы говорили, что вот, собираемся... Сейчас, хорошо. Собираемся, собираемся, говорю, покупать. Ну, короче, свершилось. Так что пишите в комментариях, кто ждал, чтобы качество съемки улучшилось. Оно улучшится благодаря этому штативу. Так, ребята, вот, Настин лук, джинсы такие. Так, да. Чтобы было заметнее вам, купила я эти джинсы. Это было джинтейм. Купила я их за... Какого-то, помнишь, уже? Ой. Что, 25? 25, да. Ага, 25. Это они стоили без скидки 31 евро, а 28 или 27 с чем-то, это со скидкой из-за того, что нам девушка на кассе подсказала. Да, приложение. Расскажи, кстати, реально. Да, мы подошли к стати. Ну, я думаю, многие пользуются таким, но я не знаю. Ну, как я видела, много в ТикТоке, много в Инстаграме, что, например, там Зара, магазины такие, Зара, Чиндем, еще некоторые магазины. Их есть приложение, и продавцы должны обычно предлагать, типа, что, вот, там есть скидка, вы должны зарегистрироваться. Да, я не помню, что там уже было, там ссылку она сказала, мы зашли, типа, на сканер, точнее, да? Она была, да. Типа, типа, сканируйте, и мы сканировали, и зашли, и там была скидка, она просканировала, потом сканировала, и нам сделала скидку. В общем, за Настину футболку, за мою футболку и за Настиной джинсы общая скидка была 5,90. Короче, почти 6 евро, это вообще очень-очень классно. А где моя футболка хочу показать? А ты же, я, наверное, спрятала, я же даже не знаю, где ты ее делала. Короче, я тоже купила себе одну футболку, а Настя купила те джинсы и эту футболочку. Да, она мне понравилась, такая прикольная такая. Джинсы прикольные. Да. И джинсы решила, да. Ну, нужно, конечно, не знаю, как там на... Пытаюсь настраивать этот штатив, ребята, пока не судите строго, я не знаю. У меня полный рост видно. Сейчас нет. Зачем? Сейчас нет. Ну, вот. Качество. Много времени, кстати, привели в центре, походили. Да не то, что много, ребята. У меня... Я даже сейчас не могу говорить, сейчас у нас уже час ночи. У меня голова просто трещит просто. Я не могу вообще мыслить. Я ничего не могу. У меня нереальная боль. Мы вышли в 12 часов дня и вернулись в 9.30, ребята. Я просто в шоке. Я так устала ходить. Да, мы просто... 20 тысяч шагов сделали. Да. Мы как бы, чтобы вы там не думали... Вообще мы просто говорим, что в прошлом месяце мы реально сделали, или, может, неправильно закупку там на вещи. Мы потрачили очень денег. И в этом месяце, конечно, у нас так не получается. Да. Поэтому мы сегодня целый день ходили, искали хотя бы какую-то скидку. Все магазины ходили. Да. Были в некоторых магазинах. Я сейчас не вспомню название. Там было много фирм разных. Но очень дорого. Но очень все равно дорого. Иногда там были футболочки. 100 евро за спортивные штаны и кофту какую-то там тоже от 50. Да. Штаны это были обычная Puma. Да, я, к сожалению, ничего себе вообще не взяла, кроме футболки. Футболка на 11 евро получилась. И вообще я не могу. Ну такого прям выбора хорошего нет. Все одинаково. Как-то смотришь, блин. Весь город выбор есть. Да. Все одинаково. Нет. Если были бы деньги, то можно выбирать что хочешь. А, ну в плане, да, и подороже. Начиная от 50 евро и выше, тогда да, конечно. 50. 50, да. А так, чтобы вот скупиться, что-то там, повыбирать, извините, 15-20 евро, ну это раз. Кик. Иди в кик. Кик, да. Понял? Напишите. Вали в кик. Очень много русскоговорящих сегодня людей было. Куда ни пойди. Наши сегодня зашли в турецкий магазин. Аня говорит, зайдем, давай зелень найдем. Говорю, давай, зашли. А я такая говорю, Аня кричу. Ну я тоже кричу, говорю, щавель есть, говорю, здесь. Аня говорит, поищи щавель. Я говорю, не знаю. И женщина-кассирша такая сразу. Здесь щавеля вообще-то в Германии нет. Есть только в польском и русском магазине. Девочки, не здесь. Я такая говорю, ну спасибо, будем ждать. Ну просто было интересно, типа есть он или нет. Он нам не нужен, просто было интересно. Так вообще мы не успевали в магазин зайти. Поэтому зашли, чтобы купить хотя бы какой-то зелени. Потому что сейчас мы начали питаться более правильно. Да. И больше овощей и зелени. Поэтому как-то так. Время прошло. Ты расскажи за ситуацию. Я же там сняла отрывок на улице, что ты плакала. Ну расскажи. А, ну да. Я уже потому успокоилась, когда это. Ой, да, ребята. Все, что со мной сегодня произошло, это просто полнейший капец. Потому что реально осадок на душе. Обидно, что люди какие-то реально невменяемые. Не то что это. Даже если ты не видел меня, допустим, там, не знаю, другого человека, ребенка, типа. Но он реально меня видел, когда я там уже упала. Когда я уже начала подниматься. Так реально мне было больно. Я через силу, ну реально, ну я не буду сейчас показывать. Немножко, ну там стерла под коленом. Типа красное колено у меня там поцарапалось. Поцарапалось. И вот я сдерла палец. Он тогда в крови был. Не знаю, видно сейчас или нет. Но уже шкурка просто одна. Шкурка. Очень было больно. И реально до сих пор учу. Потому что человек, который меня сбил. Я шла с себя. Он вот так меня сбил. Бежал на автобус. Спешил или что. Он развернулся. После этого все посмотрел. И дальше убежал. Я, конечно, этого не понимаю. Но, блин. Как бы там ни было. Я подошла бы и извинилась бы. Типа сделала бы хотя бы и поднять человека. Или что-то помочь. Спросить. Типа все. Все в порядке. Ничего там не произошло. Посмотреть, что с ним. А вот это, что он сделал. Это, конечно, меня удивило. Потому что уже не первый раз, когда Германия меня удивляет. Когда, начиная с автобусов. Когда в автобусе вся молодежь сидит. Или когда взрослые люди заходят в автобус. Там бабушки, дедушки. И молодежь. Или, ну да. Молодежь, которая там со школы возвращается. Или студенты. И они просто берут, садятся и ставят рядом свои сумки. Меня это очень сильно раздражает. Я не понимаю, почему так. Это все равно должно быть в голове. Типа присутствовать. Я не знаю, почему такое воспитание. Но в плане этого это, конечно, в Германии большой минус. Типа вот. Как можно так? Не подумай, что напротив себя ты взрослый человек. Сколько лет тебя старше. И ты не хочешь. И ты не можешь вступить ему место. Но это бред реально. А в них это считается, видимо, нормально. Потому что когда-то я читала публикацию. Что типа в Германии считается это нормой. Что типа, как это сказать. Ну, я вам сейчас не объясню. Я уже забыла. Я сегодня так устала. Я сегодня набегались. Как никогда. Конечно, да. Такой день непонятный. Цены везде шикарные. Я же говорю. Куда ни зайди. Это мы не заходили. Какие-то там супер брендовые вещи. Или что это. Обычные магазины. Там Zara, Chimday. Не знаю. Ну, всякое такое. Ну, в Nike заходили. В Puma заходили. Там спортивный магазин разных фирм. Ну, реально, цены дорого. Для таких фирм, я считаю, очень дорого. И по качеству. Качество везде отличается. И чтобы найти хорошее, нужно, во-первых, понимать. И посмотреть на цену. Понятно. Там, где дороже, там и получше. Ну, чтобы было более-менее хорошее качество, это должно стоить от 100 евро и выше. А так, типа, смотришь и понимаешь. Типа, ну, ты ничего не можешь себе позволить. Вот. Я купила сегодня футболочку такую прикольненькую. Мне понравилась она. И решила все-таки купить джинсики, сведеньки. То, как уже пришла весна. Я думаю, уже тепло. Надо что-то купить. А то у меня были одни штанишки. И меня очень порадовала продавщица в Эчендеме. Такая классная девочка. Тем более, она дала, кстати, ребята, она дала от себя вот эту штуку. Она носила. Поняла? Типа, сканер. Ты можешь рассказать. Ну, просто мне уточнили. Она именно дала от себя этот сканер. И не каждый продвец это дает. Но она большая молодец. Скидку такую сделала 5 или 6 евро. Нам это очень понравилось. День такой, говорю, непонятный, неясный вообще. Да, голова болит что-то. Я не могу вообще это же. Непонятно. Людей много. Сегодня еще удивила такая ситуация. Там, где мы были, типа, в торговом центре. Там ребята собирались, выступали, все такое. И собрались очень много людей наблюдать за этим всем. Да, это было прикольно в плане, что там дети собрались, танцевали. Но все люди начинают сбегаться, смотреть, снимать. Как будто я не знаю, что они увидели. Я, видимо, их, ну, честно, в Германии, я вот так смотрю, что они этому радуются. Потому что их, ну, ничего, их концертов, я не знаю. Они, наверное, не ходят на концерты, даже если они есть. Наверное, дорого. Потому что билеты стоят там 200 евро и выше. Они не могут себе позволить. И еще один минус меня удивило. Мы проходим, стоит коляска, и под коляской валяется ребенок. Он просто запутался в той коляске. Родителей нет. Девушка немка там кричит, типа спрашивает, чей это ребенок. Тот ребенок вообще, девочка маленько валяется. Представьте, коляска, много людей скопилось, да. Ходят там и смотрят этот концерт. Она просто валяется, запуталась там новую или что под коляску. И, а не дай бог, знаете, люди ходят по торговому центру и как? Знаете, там ходят, рассматривают магазины. И не дай бог, кто наступит, да? Ну, реально, еще потом, ну. Тьфу, слава богу, ну, просто реально не смотри за ребенком. А чего многие в театр ходят? Ну, театр, хорошо. Ну, везде есть театры тоже. Ну, моя душа, что-то концерты, что-то интересное было. Ну, мне кажется, что их такого нет. Вот сегодня я так заметила, такой прикол для меня, что они вот все телефоны подоставали, и давайте начнем снимать. Это то же самое, что в школе, там, с пятого класса, какой-то праздник, и все танцуют дети. Ну, для меня это так просто выглядит. Немножко странно. А так ничего интересного. Очень сегодня много увидели наших знакомых, ребят с курсов. Потом еще нашу знакомую увидели. И все, да, в принципе. Ну, все равно увидели вот такое, знаете, говорится, как там говорится, эта фраза уже забыла. Земля круглая или как? Село-село. Я уже не помню этот вред. Я уже не могу. У меня уже голова, короче, летит. Ой, короче, ребята, короче, вот такая вообще... Короче, короче. такой день, и я же говорю, удивляюсь этого мужчины, который реально посмотрел и убежал дальше. А что с ней будет? А как и что? Пофиг там. И реально у меня до сих пор я не понимаю, почему. И многих таких людей вообще здесь очень много, много-много. Каких? Ну, таких странных каких-то. Ну, блин, я же говорю, спешить можно куда угодно. Ну, ты же даже не подумала, как там вообще с человеком, что с ним. Я рассказала ребятам. А не дай бог, что. Хорошо, но в Германии такие люди есть. Да нет, ну, все от человека зависит. Я не говорю, что Германия. Ой. Я просто говорю, еще уточнила момент, что Германия, это проявляется в автобусах. Просто это все. Даже. У них проявляется, что они рюкзакные. Ну, да, я это рассказала, да. Рассказала? Да, да. Не, ну, это все знают. Ну, все знают. Меня реально раздражает. Я не знаю, как. Подожди. Мы платим за проезд. Пусть даже мы платим эти деньги способны. Ну, хорошо. Когда мы будем, например, работать, платить налоги, покупать себе билет. Мы платим за билет. Но мы не можем сесть, потому что кто-то поставил свой рюкзак. Ну, да. Даже если отказываются убирать. Ну, что это такое? Да, бывает. Были ссоры, я помню, да. Когда-то еще корона что-то было. А в поезде, помнишь? Да. То же самое. В Дюссельдорп ехали, не где сесть, просили убрать, и они, типа, делают вид, что они не слышат. Да. Да я же говорю об этом. Ну, типа, странно как-то это все. Не знаю. Мне кажется, у нас бы, чтоб так-то ухов уже вытянули. Там чуть ли иной драка было бы, я уверена. А это тоже, типа. Нет. Ну, я не в таком смысле. Ну, накричали. Не, они тоже накричали. Ну, выяснили, договорились бы о чем-то. А здесь нет. Тут каждый доказывает свое, типа, и вот такой балаган начинается. Меня немножко раздражает. И, реально, это большой минус, когда много стариков, и хочется я, когда только, там, не дай бог, сижу, буду сидеть, и увижу, что кто-то хочет сесть, или даже просто будет стоять. Нет, я подойду. Я подойду, скажу, иншульген, сидитесь, типа, все такое. Потому что мне реально жалко человека. Мы не знаем, что с нами будет в старости, и как вообще здоровье покажет. Блин, я вообще не могу говорить сегодня. Ну, все, давай заканчивать. Короче, вообще, я зряюсь, ребята, что вот такое. Теперь у нас есть штатив. Да, мы купили штатив, и мы очень этому рады сейчас. Аня, не снимать, сейчас у меня снимать штатив, наконец-то. Сюня, посмотрели, кстати, лампу. Лампа очень дорого. Лампа, ребята, 70 евро. Да, это было маленькое, но маленькое, как вот это зеркало, наверное, там было, и все. Вообще очень дорого. Не, лампу мой точно. Лампу разве что, не знаю. Не потянет. Не потянет никак. Да какая лампа тут, я же говорю, мы не купили, мы в спешке купили порошок такой обычный. А надо сколько всего еще купить химии, надо купить моющих, надо мочалки купить. Хорошо. Все, хватит. Что только не надо, короче, вам это не нужно. Да я это Аня перечисляю, не знаю зачем. Ладно, ребяточки, завтра я включусь. Да, оцените еще раз мой лук, и как вы думаете, это достойный лук, 30 евро джинсики и футболочка 13 евро. Ну, я может скажу, может и хорошо увидим, как эти джинсы покажут себя. Хорошие джинсы. Вот так мне нравится, весенний, летний такой. Нормальный вариант. Так что, как-то так. Ребята, дальше, я думаю, съемка у нас будет продолжаться уже завтра. Да, я сейчас видео загружу. Сейчас, как вы знаете, сейчас в Германии праздники происходят. Ой, началось. Ну, уже времени. Ну, все. Хорошо, ребята. Все, давайте. Пока. Всех целую. Всем хорошего. Вечера. Спокойной ночи уже. Хорошие выходные. Уже выходные, в принципе. Пуха полетела. Заканчивается. Хотя у всех же будет в понедельник. Короче. Всем пока. Подписываемся, ставим лайк. Пока-пока.